всем привет меня зовут виктория и я рада видеть вас в моем канале сегодня хочу поделиться с вами несколькими готовыми работами которые я совершила недавно и начинала тоже соответственно не так уж и давно работки не очень большие поэтому процесс над ними был не слишком долгий плюс сами схемы в наборах очень легкий работа с ними очень понравилось работа шла быстро и сможет искать весело разу не нудно вот и сейчас я вам все 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 покажу и расскажу так первый мой результат это вот такой вот наборчик вот компании кристалл арт это подразделение очередной мыки начала я эту картину 26 05 2017 года а завершила ее 13 0 что 2017 получается вышивала всего лишь всего лишь 18 дней наборчик несложный я уже вышивала набор из данной серии если вам интересно я оставлю вам ссылочку внизу можете посмотреть в моих готовых работах есть два похожих набора в данной технике то есть в смешанной где вышивается и бисером и ниточками номер этого набора bt1003 называется он черный яйца по-русски черника наверное заявленный размер 23 на 23 сантиметра посмотрим что же у меня получилось вот такая вот вышивочка у меня получилось что могу сказать по материалам ткань мне очень нравится я говорила это уже в прошлых видео по отчетам по этому процессу мне нравится что она хорошо накрахмалена жесткая очень можно ее хорошо натянуть на станочек будет такая парабанная натяжка очень легко и удобно не вышивать ну плюс конечно это 14 каунт в принципе легко вышивать на каунте таком и 100 на 17 приходится присматриваться то тут все легко дырочки хорошо просматривается и процесс приносит только одно удовольствие по ниточкам ниточки здесь вход в комплект bestex ткань там не указана такая но я тоже думаю что это bestex вот такие вот ниточки были здесь осталось их не очень много такие вот синяя гамма бежевая зелененькие ниточки тут вот видите меня один номер порвался органайзер вот я провисла его сюда единственный номер с которым были вопросы это вот второй номер видите сколько осталось здесь ну тут не особо много ими вышивалась но все же немножко было страшно что закончится но я вышивала еще такие наборочки у меня есть остатки я думала что если вдруг надо я возьмусь оттуда ниточки такие же самые такие цвета которые вышиваются вот тень по кресту здесь там они все это одинаковые эти ниточки цвета и было бы не проблема подобрать ты пусть я знаю где у нас в городе продаются ниточки bestex это не такая проблема можно было бы накупить один моточек но все же неприятно когда съешь и переживаешь о том что вот вот ниточка может и и закончится по бисеру бисер здесь написано что используется пресиоза здесь было 19 цветов бисера ниточек 23 цвета и вот такой вот бисер у нас остался показать его порядку потому что они от первого там вот такие вот голубые голубой бисер который использовался я в чернике на эти номера не вращать внимание это меня просто пакетики с бисера которая покупала используя на остатки старые пакетики уже не нужны новые не беру вот этот бисер меня конечно немножко смущал к видеть вот и очень мало осталось вот и вот этот но его не сильно много используется поэтому уже кота немножко дошло я уже не сильно пережила бисер я не теряю максимум 1 2 бисеринки это там уже не знаю до десятка если за всю работу я потира бисер это с разных цветов это много вот такой вот бисер маленький от этим до бисера очень-очень красивые сейчас я поднесу не знаю конечно не будет видно естественно ничего камера бисер и особо передаетесь вот такие бензиновые переливы напаление такое идет если у вас здесь немножко такое как вот перламутр то на вот этом бисере там вот именно если некоторые бисеринки синий есть таким золотым некоторые фиолетовый некоторые зеленцой ну очень красивый бисер мне очень нравится я из такого бисера живутик плела ну сама покупала и когда увидел что наборчики такой же с ней он красивый очень большой раз очень красивый мне очень нравится и вот такой вот темненький бисер здесь использовался самый ход темных местах его было изначально очень мало и использовалась его тоже очень очень мало дальше идет зеленая гамма всего лишь три цвета вот этот такой прозрачный зеленый и вот эти два бисера тоже идут с напылением радужным здесь такое более перламутра сессии на такой как радужные именно бензиновые идет напыление очень-очень красивый бисер мне очень нравится вот хотела бы наверно надо будет взять его и купить себе такой просто запас чтобы радовал меня дальше два вот таких вот персиковый такой цвет использовался здесь вот по краям и вот такой вот желтенький здесь эти точечки на клубнички тоже очень красивые цвета следующие розовые вот этого цвета какие-то очень мало осталось использовался здесь в марине кубники немножко вот этого тоже очень мало больше осталось и красные цвета идет вот такой темно-красный видит достаточно осталось такого красного большим запасом положено сюда вот такой вот здесь идет и покрашена серединка белым и вот такой вот номер здесь он тоже идет с таким радужным напылением очень красивый все очень люби средства переливами всякими как видите бисера осталось достаточно с некоторое вообще не приходилось переживать только некоторые цвета которые приносили такое беспокойство ну я знала что его прям хватит потому что я уже швала такие наборчики и там всегда всего хватало до осталось некоторые остатки цвета по несколько миссии но в принципе всегда для того чтобы закончить работу было достаточно бисер был у меня вот таких вот контейнерах это обычные для бисера мне очень нравится что здесь можно вот так открыть именно один какой-то бисер не так знаете вот есть такие органайзеры которые снимаются крышечка там доступно все и цвета бисера не смешатся так вот достал один и всегда тебя бисер не смешатся с другими и очень удобно пользоваться такими органайзерами очень люблю это же меня здесь бисер для другого процесса я насыпала очень удобно и всем рекомендую кто вышла бисером мне очень 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 органайзера вышивала вот такой вот ниточкой и титан 100 давай любимая ниточка для бисера и ничего еще лучше не придумали конечно ниточки друг другу розни даже если написать и там что но я брала разных фирм и некоторых фирмах мне очень нравится очень расслаивается рвется пятеро даже перетирается это не знаю это этой ниточки порвать перетереть надо постараться но я не знаю такая вообще плохая опасно было но это очень хорошее вот такой вот ключ был его отрезала для удобства чтобы крепить на работу здесь очень удобно расположены ниточки цвета которые шатты две нитки в одну ниточку бэк стич цвета бисера простите не бэкстич а полукрест и вот здесь бэкстич размер готовой работы на обложке заявлен 23 на 23 сантиметра я вот только что померила ее по ширине получилось меня 22 сантиметра это вот вот этой крайне точки и до и до вот этого вот места и по высоте получилось вообще 17 сантиметров поэтому вот этой крайне точечки и вот так вот поэтому я не знаю какие 23 на 23 сантиметра они имели ввиду если тут сантиметр можно дать конечно на усадку что ткани ужалась ну неправда потому что когда я разглаживала когда вышла и работала не пострела тут вообще так вот вздулась все и тут наоборот разгладилась и как бы мне кажется даже ткани больше потянулась приглажки вот ну вот тут сантиметр но вообще как-то не 23 ну а так я очень довольна этой работой не они очень нравится наборчик совсем недорогой для его цены это просто храндиозно обладенный результат да конечно ниточки не самого лучшего качества бисер второго сорта тоже расстраивает что он потом криво ложится ну когда так далека смотреть на мне когда-то проходишь работа лежит как будто настоящие фрукты лежат очень хорошо проработана схема очень все как натуральное за это конечно большое спасибо дизайнеру тому кто разрабатывал схему ну а конечно тому кто укомплектовал это все не с того качественными материалами не особо большое спасибо так следующая работка который вам хочу показать вот такой вот ангелочек от компании димальшинс я вам недавно показывала его видео чтобы начинать работу над этим наборчиком я его начала 4 06 а закончила 8 06 потребовала всего лишь 4 дня то есть четыре вечера я вышивала параллельно с этим ягодным натюрмортом вот и работа приносила мне просто огромнейшее колоссальное удовольствие очень мне нравится и сам наборчик и то что получилось и даже ниточки мне тут не раздражали димальшиновские потому что в предыдущем наборе от димальшинс я просто бесилась от этих ниток тут же скорее всего из-за того что здесь пластиковая канва и тут такие вот крупные дырочки ниточки хорошо проходили из-за этого не махрились не рвались их даже очень хорошо ложились то тут ниточки мне очень понравились а вот конечно наборчик где ткань 18 каунта ниточки до себя очень плохо но не будем о плохом будем только хорошим вот так вот выглядит мой ангелочек я уже показывала своем инстаграме его причем очень давно сразу же как только закончила сразу сфотографировала очень он красивый милый такой вот нежный ангелочек смотрите поближе на него я уже делаю шнурочек здесь наборе там конечно и нужно по инструкции сделать веревочку из красных ниток но я решила не использовать ниточки пусть лежат меня запасах буду какие-то потом раритетные наборы вышивать этим ниточками у меня такой был шнурочек в запасах и думаю вот сюда очень кстати подошел такой новогодний золотой вот вторую сторону брату я еще не оформила хочу оформить фетром и хочу оформить белым фетром чтобы вот здесь вот так как кого-то прозрачная чтобы не просвечивался куда цвет фетра мне хочется беленьким будет никогда очень хорошо смотреться вот ну еще я не приобрела фетру потом не оформила и заднюю сторону показывать не будут там кошмар кошмарный вот такие вот красивые милые французские узелочки здесь используется такая она милая ты дамочка очень такая такая добрая нежная очень и очень нравится она хочу приобрести себе еще наборчики с этой серии и и вышить занимает они очень мало времени в работе результат конечно они может не радовать очень осталось по ниточкам не так осталось очень и очень много на двух планшетках ниточки были видно некоторых конечно пасм давалось вот по одной но использовала здесь буквально по одной по две нитки то есть тут явно с запасом осталось вот здесь две пасмы дается осталось вот одна и две ниточки тут вообще вот этих вот эти нитки используется только в экстичи для него для максича дано четыре пасмы я вообще конечно не понимаю почему так вот с какой целью ведь это сколько здесь бэкстича бэкстич используется только в одну ниточку две ниточки здесь нету его два французских узелка тоже в одну ниточку не понимаю зачем выложить четыре пасмы здесь бы и одной вполне хватило пусть будет вот эти ниточки тоже здесь многие по одной пасмы по 2 тут вот тоже для лица сколько там того лица и свет везде туда вас по две пасмы и вот тут эти красные ниточки но тут понятно дано запасных тоже нужно шнурочек было сделать и на чесно шнурочек не делала поэтому ниточки останутся никогда но очень много не знаю тут таких наборов ника даже некоторых не хватит ниточек таких как примеру вот этот номер 15 на тут дано одна опасная осталось только три ниточки внутри ниточки использована понятно еще на одинокших хватит но на больше нет а некоторых ниточек хватит еще на две-три таких игрушки наверное что на ниточки жаловаться не приходится иголочкой с набора я не вышивала где-то и лежит запакованная не хочет достаточно поэтому я решила ее не использовать схема я вам показывать не буду я показывала вам ее в предыдущем видео где показывала начало работы над этим процессом схема у меня осталась просто в идеальном состоянии потому что я там ничего не зачеркивала там такая очень маленькая схемка там запутаться невозможно причем схема цветосиль символьная там красный черный цвет используется очень легко тут тоже но как бы нашла цель цветами такими логичными пятнами очень легко и просто все вообще никаких трудностей не возникло меня при вышивке данного набора по размерам сейчас даже не замеряла посмотрим идет 10 сантиметров и самая тут большая и примерно восемь с половиной то есть на ладошку помещается а понятно по сравнению с этими щелкунчиками которые вышиваю в совместном процессе инстаграме она конечно просто огромная получилась не такие крохотки но думаю если вышить еще парочку таких и повести их вместе на елку будет очень хорошо смотреться празднично нарядным наборчик номер 70 0 88 93 туда же вот есть инструкция на русском языке здесь даже есть такая сносочка китайская комплектация наборчик достаточно новый 16 года но сам визан 2014 года они есть свободной продажи еще и никто их не снимал с производства поэтому если нравится покупайте и вышивайте с удовольствием даже можно и схемки такие найти в интернете тут нитки ну я не знаю тут только что вот на лицо нужно подобрать такие подходящие ниточки чтобы личка хорошо смотрелось на здесь не касса можно подобрать любые желтые ниточки просто чтобы переход был темный такой оранжевый и к светлому также и сама красные вики как бы нигде и блендами чего нету зеленые и вышить можно спокойно и подбором тут нету ничего такого сложного или сложных переходов там которые влияли на на восприятие данного сюжета это не не лицо человека там как бы так узнать есть вот портреты где нужно чтобы все хорошо глапотопа на эти наборчики я думаю можно и вышить и подбором я конечно хочу купить себе все оригинальные наборчики не сами почему-то хочется мне выжить именно наборы они подбором это пока что все больше мне нечего сказать об этих наборчиках скажу только что оба они мне очень очень понравились и принесли мне огромное удовольствие от их вышивки советую и рекомендую всем данные сюжеты кто любит новогодние игрушки вышивать я раньше не вышивала как-то даже не засматривалась на них а теперь можно сказать пеня накрыло мне надо срочно много на вышивать на елочку игрушечек уже присматриваю себе наборы где там входит много так сказать элементами не одна игрушечка а несколько там обычно по 6 по 8 идет в наборе хочу приобрести себе еще такие наборчики но конечно не в этом месяце в этом месяце я решила возрешаться от покупок и хотя бы несколько наборчиков вышить из своих запасов чтобы как-то поменьше свою хомячую нору на этом все желаю вам всего самого самого хорошего побольше времени на вышивки вдохновение и чтобы вышивка при словам только удовольствие и никаких разочарований всего вам самого хорошего всем пока пока а